Слава Богу, братья и сёстры! Господь, сотворивший душу нашу, желает, чтобы мы были во свете, в том свете, о котором брат в начале нашего служения говорил. Для этого Он посылает Своё Слово, и для этого Он посылает Свою благодать и Духа Святаго. Он желает, чтобы мы знали о спасении, которое Он приготовил для каждого человека, чтобы мы знали о славной вечности, которая ожидает тех, которые последовали за Ним, и чтобы мы знали, как жить на этой земле среди трудностей, скорбей, болезней, и всё год в год, что встречает людей на этой земле, где жизнь нелегка, но чтобы мы жили так, чтобы не осложняли себе жизнь, чтобы наша жизнь не ломалась, чтобы не приходили те трудности, без которых мы могли бы прожить, если бы жили правильно. И поэтому Бог учит нас и о вечности, и о спасении, и о вечной погибели, если человек не принимает Слово Божие или не примет Господа Иса Христа, и о том, как нам жить в повседневной жизни. Я желаю, братья и сёстры, продолжить то, о чём я уже в двух предыдущих проповедях говорил, из послания апостола Павла к Титу со второй главы, и я прочитаю весь этот отрывок, десять стихов, которые начинаются с первого стиха, и так давайте будем слушать и вникать. Ты же говоришь то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными одоми, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Юношей также увещавай быть целомудренными. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещавай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Это место. Братья и сестры, мы с вами рассуждали о слове, которое было послано через апостола Паула Циту, и он просил его, чтобы он учил пожилых людей, пожилых мужчин. Мы рассуждали о слове, которое было послано пожилым женщинам и также молодым женам, тем сестрам, которые имеют семью, как они должны себя вести. Дальше будем продолжать. Дальше. Шестой стих говорит юношам. Меньше всех. Меньше всех молодые братья и сестры. Если в прошлый раз, может быть, вы отдыхали, а, может быть, слагали что-то в своем сердце, считая, что если Господь продлит жизнь, то ведь и я буду пожилым. Я буду в средних годах, я буду пожилым, если Господь продлит жизнь. И мне это тоже надо. Мне надо помнить, какой я должен быть в любом возрасте. И вот для юношей сказано коротко, шестой стих. Юношей также увещавай быть целомудренными. Вот столько всего требований Божьих, братья и сестры. Молодые братья и сестры. Столько всего. Господь знает. Вам надо учиться. Вам надо, кто работает уже, или кто хочет работать, искать работу. Вам надо думать о семье. Молодым братьям нужно жениться. Сестрам с Божьей помощью надо замуж выходить. Все это Господь знает. Вот здесь вот такой совет Слова Божьего. Такое увещевание Господне. Быть целомудренными. Это слово, кажется, четыре раза употребляется в этой небольшой главе. Я уже говорил, целомудрие – это внутренняя чистота и это мудрость, чтобы эту чистоту сохранять. Можно так ухарактеризовать или дать такую характеристику этому слову. Целомудрие – это то, что когда человек бережется от зла, когда человек убегает от зла, когда человек хранит себя чистым пред лицом Господним, чтобы жизнь его была благословена, чтобы жизнь его не была исковеркана и поломана, когда человек вступает на путь греха, а молодой человек, он так портит свою жизнь. Это не Господь предусмотрел ему идти к некоторыми страданиями, некоторыми наказаниями и так далее. Это не Господь. Но Господь желает блага каждому из нас и вам, молодые люди. Но Он дает вот такой совет – быть целомудренными. И как быть таковым? Ответ очень простой. Мы находим его в Слове Божьем, и он повторяется время от времени в нашем служении. Один стих священописания, который записан в книге Псалтир, в 118-м Псалме, это 9-й стих, и сказано так. «Как, юноша, содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему». Очень простой путь – хранить себя по Слову Божьему. И еще первый псалом Давида, он также говорит о том, что человек должен избегать вот этих всех плохих сообществ, там, где говорят «развратное», там, где делают, замышляют зло на путь нечестия. Он должен себя от этого хранить. А быть в Слове Господнем. И когда человек в Слове Божьем, молодые люди, молодые братья, молодые сестры, когда вы в Слове Божьем, оно будет хранить вас. Ученикам своим Господь даже сказал так, что вы уже очищены через Слово. Все то недоброе, что мы желали, чтобы оно ушло из нашей жизни, посредством действия Слова Божьего, Духа Божья, оно будет уходить из нашей жизни. И тогда такие вещи, как блуд, как нечистота, как всякая скверна, они не будут в вашей жизни именоваться. Не прикасайтесь, убегайтесь от всего этого. Убегайте от алкоголя, убегайте от наркотиков, чтобы жизнь ваша не была поломана. Убегайте от худых сообществ, которые ведут к разврату. Убегайте от того, чтобы брать что-то чужое, то, что вам не принадлежит. Чтобы никогда вы в своей жизни не прикасались к тому, что не ваше, то есть не красть, не воровать. Слово Божье учит всему этому, и оно учит вот этому целомудрию, этой чистоте. И еще об одном я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, обращаясь к молодым людям. Молодые люди, да и не только молодые люди. Среди нас множество людей, которые гибнут. Множество людей, которые во тьме. Множество людей, которые души идут в ад, и они не знают этого, но они страдают, они терзаются. Кто-то хочет избавления, кто-то не хочет. Кому-то, как уже тоже было сказано, нравится так вот быть в этой тьме, и все. Но, тем не менее, каждому человеку нужно слово о Христе и спасении. И вот среди нас люди, с которыми мы встречаемся, с которыми вы встречаетесь. Вы знаете хорошо язык, вы родились в этой стране. Эта страна уже не эта страна, а уже ваша родина. И, имея вот этих людей, с которыми вы учитесь, с которыми работаете, с которыми встречаетесь, кто этим людям скажет слово о Христе? Кто? Кто-то издалека приедет, из другой страны, из-за океана. Не наша ли эта обязанность? Он написал, нас избрал, что мы взяли в дел, что мы были, возвещали совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свет. Это наша обязанность, это наш долг. И Господь хочет, чтобы мы, как церковь, мы, как каждый отдельный член церкви, были светом в этом мире. И поэтому моя просьба и мое желание, и я понимаю это желание Слова Божьего, имейте Слово Божье в себе и делитесь этим Словом. Говорите о Христе. Я знаю, что большинство тех, которым вы будете говорить, они не воспримут это. Они, может быть, посмеются, может быть, что-то обидное скажут в ваш адрес. Но есть люди, есть души, которые жаждают, которым только и нужно Слово о Христе, о спасении. Иногда верующие говорят так, начинают так, что, ну вот, брось курить, потому что это грех, не пей, потому что это грех. Ну, это правильно, но это недостаточно, это не то, что работает. Работает весть об Иисусе Христе, весть о спасении, весть о вечной жизни и вечной погибели, если человек не примет спасение. Я разговаривал с одним американцем, я спрашивал его, как ты пришел к Богу, как ты с детства или нет, он сказал, да нет, я о Боге ничего не знал, кажется, страна, столько церквей, столько церквей здесь. Он говорит, ничего не знал, и в семье мы ей ничего не говорили, но на мой путь послал Господь молодого человека, вот как вы, братья и сестры молодые, послал молодого человека. Это не случайно все в нашей жизни, если вы встречаетесь с кем-то, если вы с кем-то радо мучитесь, если вы с кем-то работаете, это не случайно, то Бог вас посылает, чтобы вы сказали хотя бы пару слов этому человеку о Христе, о спасении. Вот такой молодой человек, молодой американец, он сказал этому тоже еще сравнительно молодому человеку о Христе и о спасении. Его этот принял, этот пошел в церковь, сейчас он член церкви, старается служить Господу и благодаря тому, что человек тот, который встретился с ним, христианин, верующий христианин, молодой американец, не постеснялся, не пропустил эту возможность засвидетельствовать. Не пропускайте эту возможность. Люди, которые вокруг вас, Бог посылает их на вашем пути, и никто другой зачастую с ними не встретится, никто другой им не скажет. Я не скажу вашим сокурсникам, студентам с которыми, я не скажу тем, которые с вами работают, вы можете это сделать, и я могу на своем месте где-то что-то. Это наш долг, и это мы должны. И да благословить вас в этом Господе, да поможет вам, чтобы вы, как дети Божьи, как дети Отца Небесного, были светом, были примером в этом мире. И следующее, следующие два стиха, это наставление самому Титу, как проповеднику. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Братья и сестры, проповедь, это не только за кафедрой. И еще в послании кремлянам, в предпоследней главе, не помню, кажется, 12-й, не помню стих, там апостол Павел говорит о том, что Бог его по своей благодати избрал для того, чтобы совершать, я говорю, свое слово, но там есть два слова очень важные. Священно действие, благовествование. То есть благая весть, которая передается, благовествование, это есть священное действие. Это очень важно. Это очень важное изречение. И мы понимаем, апостол Павел в большинстве своем не из-за кафедры проповедовал. Мы читаем, когда он был на море, он говорил людям. Когда он был на городе, на площади в Афинах, он говорил людям. Когда он был там возле реки в одном городе, он говорил людям. Вот это, наверное, основная масса. И люди каялись, и церкви умножались. Мы читаем вот о первой церкви, о том, что даже поогонение пришло, а люди рассеявшиеся ходили и благовествовали, говорили, без всякой кафедры. Они говорили тем, с кем они встречались. Они говорили там людям, где их, так сказать, дорога, куда их привела, куда Господь их привел. И церкви умножались числом. И поэтому вот это благовестие и за кафедрой, и мне, и везде, где мы говорим Слово Божье, это есть священное действие. Священное действие Ветхого Завета имело определенный порядок, имело определенные правила. И в Новом Завете, ну, конечно, не такие же правила, как в Ветхом Завете, но все-таки есть некоторый порядок, есть некоторое правило. И то, что я уже перед вами говорю, перед этим говорил вам, молодые люди, да и не только молодые, это всех касается. Особенно тех, которые хорошо знают язык и могут общаться с теми, которые, да даже пусть и не очень хорошо, но все-таки можно что-то сказать. и нужно что-то говорить. И вот некоторые правила апостол Павел говорит, обращаясь к Титу, о ему уже, как проповеднику, как служителю. И эти правила, они приемлемы для нас. Мы должны придерживаться этого. Во-первых, во всем показываю себе образец добрых дел. То есть, живы так, чтобы люди не могли укорить, и противник не мог укорить. Что ты говоришь, когда ты сам плохо делаешь? Если говоришь о святости, будь святым. Если говоришь о том, чтобы не грешить, не греши сам прежде. Если говоришь о чем-то, о служении Богу, служи Богу. То есть, чтобы люди видели, ты отдельный человек. То есть, чтобы ты не был лицемером. И даже если человек грешник что-то говорит, то Бог еще в Ветхом Завете сказал так. Грешник уже говорит Бог. Это в 49-м псалме написано. Что ты берешь слова мои, уста твои, а все за себя бросаешь. Так не живешь. И там уже предпоследним, кажется, стихом в этом 49-м псалме написано, что изобличу тебя и представлю грехи твои. А Иаков во второй главе говорит так, что как говорите, так и поступайте. И да поможет в этом Господь, братья и сестры. Вот одно из основных правил для благовестия, для проповедования. Далее. В учительстве. То есть, вот когда уже говоришь. Сначала о жизни. Здесь он говорит, дает совет. А потом об учительстве. Чистоту, степенность и неповрежденность. То есть, в ваших словах должна быть чистота. Никакой пошлости. Ничего того, что как-то связано с чем-то, хоть намеком, хоть двухсмысленно, с чем-то грязным и неприличным. Поможет в этом Господь. Следующая – степенность. Старцам сказано, чтобы они были степенны. Степенны – это люди, которые все делают, так сказать, последовательно. Степенны люди – это надежные люди, которые начинают и оканчивают любое дело, не хватаются за той, за другой, пятое, и ничего толком не сделают. Степенный человек, он идет уверенно, и на этого человека можно положиться. Но есть еще одна граница или грань степенности. Это я уже говорил тогда, когда говорил о слове, которое было старцем. Это созвучно со словом степ-бай-степ, когда человек последовательно что-то делает, и в учительстве тоже должна быть степенность. И это относится к чему? Или в том числе относится к тому, что каждый из нас стоит на определенной ступени духовного познания, духовного роста. И это нормально. Мы все должны расти, мы все имеем определенный уровень. Но важно, когда в учительстве, как сказано, когда мы учим, когда мы что-то говорим, мы должны говорить соответственно с нашей ступеней, с тем уровнем, на котором мы сами располагаемся. Вы представляете, ученик начальных классов, который начал только в школу ходить, если он учил только математику, пока еще, и знает точнее арифметику, это такие самые простые действия, он начнет кому-то что-то рассказывать о алгебре, та, которую изучают уже более старшие классы, конечно же, ничего хорошего за это не видит. Он наделает много ошибок, он будет путаться в своих этих... И будет там очень много неправильного. И поэтому даже Слово Господне говорит о некоторых людях, о некоторых людях, которые написано, это первое послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. К сожалению, такое и в церкви, оказывается, бывало. И апостол Павел говорит уже как о факте, и в то время, вот люди хотят учить, а они не знают все это. И очень правильно говорить то, и приятно слушать, братья и сестры, в большинстве, каждый из нас проповедников, я в том числе, ведь большую часть я слушатель, большую часть я слушаю. И мне приятно слушать человека, который пусть небольшой уровень знания, но он говорит то, что он знает. Как и написано в Священном Писании, где-то, кажется, в притчах, или сейчас, точно я не помню, написано, кто говорит то, что знает, тот говорит правду. И вот человек этот говорит то, что он знает, то, что он пережил, от искреннего сердца. И это приятно слушать, независимо, какой там уровень этого познания, или уровень этого преподавания. Что знает, то говорит. И говорит правильно. И хороший пример. В Деяниях Апостола мы имеем слово свидетельство о человеке по имени Аполлос. Этот человек пришел в Ефес. И написано, что он, горя духом, у него было желание говорить о Господе Иисусе, учил правильно, зная только крещение Иоаннова. То есть фактически он знал только начатки учения. Но он говорил то, что он знал. И он говорил правильно подмечено. Потому что он не залазил, так сказать, не говорил то, что он еще не знает. Потом его наставили, точнее объяснили путь Господень. И он был большим благословением для церкви. Он имел дар слова, дар красноречия, способность говорить. Но факт, что на тот момент, о котором говорит слово Господне, он знал немного. И он говорил то немного. И говорил правильно. Да поможет Господь нам, братья и сестры. Это правило для того, что когда мы говорим, где бы ни есть, вот здесь, за кафедрой, те, которые говорят, те молодые братья, которые будут говорить, если жизнь продлит. И вы будете здесь, на этом месте. И там, где вы общаетесь с теми людьми, которым надо засвидетельствовать, говорите то, что вы знаете. Говорите Писание, конечно же, что Писание говорит. И здесь вы уж точно не ошибнетесь. Но если говоря о каких-то своих переживаниях, своих свидетельствах, то, что вы имеете, то говорите. Да благословит Господь. И еще сказано, неповрежденность. Когда человек говорит, должна чувствоваться, должна быть в его словах неповрежденность. Слово должно быть целое. Поврежденное – это, ну, мы знаем, что такое поврежденное. Объяснять не надо. Как Слово Божие может быть поврежденность? Во-первых, в самом духе человека, когда у человека есть грехи, то чувствуется, что с ним что-то непорядок. Вот вроде правильно говорить. Мы же верующие люди, мы же имеем душу, мы же имеем Дух Божий внутри нас. Мы чувствуем, а что-то вот не то. Но это одна сторона. Есть другая сторона. В самих словах, вот здесь сказано в учительстве, здесь сказано в учительстве. Каким образом может быть поврежденность? Снова-таки, первое послание к Тимофею, та же первая глава. В третьем стихе он говорит, что я просил тебя быть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. И четвертый стих говорит так. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше спор, нежели Божьи назидания в вере». Когда слово перемешивается, перемещивается, разбавляется баснями, вот это уже поврежденное слово Божие. Что такое басня, братья и сестры? Это то, что недостоверно, то, что не уверен сам человек, это правда или неправда. Ну, вроде с какой-то целью, иногда с целью, чтобы людей оживить, чтобы вызвать улыбку, чтобы рассмешить. Иногда, может быть, имеется цель в виду назидание, но информация то неправдивая. И мы понимаем, что есть свидетельство. Есть братья, которые в своих проповедях очень много свидетельствуют и много примеров приводят. Я уже неоднократно говорил, один очень благословенный брат, способный брат, который в своих проповедях очень много, он лично мне говорил, я говорю только то, чему я был свидетель, или есть ли свидетель со мной вот своим переживанием поделился. Я знаю, что это точно. Я только это говорю. То есть, когда человек говорит свидетельство, когда он свое переживание, или то, что он видел, или то, что свидетель, даже ему рассказывал, даже и так, то это будет точно. Это можно, это, наверное, нужно для того, чтобы как-то более иллюстрировать библейские истины. Все остальное будет повреждать только Слово Божие. И еще один момент. В послании Колосяна мы читаем подобные слова. Вторая глава, 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому. Вот эти самые басни, предание человеческое. И второе еще. По стихиям мира, а не по Христу. Что такое стихия мира? Стихия мира, в чем мир живет, вертится, это политика, это различного рода развлечения, это спорт, это то, где люди ищут слави и известности и так далее. Это стихии этого мира. А и дальше, в этой же второй главе, апостол Павел посланник Колосянам говорит, вы умерли для стихии мира. И мы знаем, братья и сестры, мы верующие люди, мы идем сюда, чтобы слышать здесь о политике, чтобы слышать о каких-то зрелищах, о каких-то там спортивных достижениях. Это не наше, оно не принадлежит нам. Этим Слово Божие повреждается, и это не несет назидание. Но вместе с тем, мы же понимаем, имея перед собой пример Слова Божьего, что проповеди, так как апостол Павел, это возможно упоминание с определенной целью. Вы помните, он приводит пример так, что вот спортсмен бежит, подвязается для того, чтобы получить награду. Если человек получит награду эту временную, на короткое время, то тем более мы должны бежать, чтобы получить награду вечную, чтобы быть в вечности с Господом. То же самое. Люди в политике или в каких-то вот других этих сферах, где развлечения, ищут быть известными, ищут быть славой. Так, люди, мы можем это сказать, а мы должны искать слави, которая от вечного Бога, слави, которая непроходящая, слави, которая на небесах, о которой мы даже не можем понять, какая она будет, и она будет прекрасная и будет великая. Хочешь слави, ищи горня, ищи Господа, служи Господу, и будет эта слава. Такие упоминания, конечно, они уместны, потому что Слово Божие так упоминает, но там нет имен, там нет каких-то конкретных, кто другое, третье, вот это уже не надо. И поэтому, да поможет Господь, снова-таки, братья и сестры, молодые братья и сестры, которых я призывал и призываю, говорить там, где вы находитесь, везде, где встречается что-то о Христе, о Господе Иисусе, вот придерживайтесь вот этих правил, придерживайтесь Слово Божие, Слово о Христе, пусть оно будет неповрежденное, пусть оно будет благословенное, Слово Божие. И в восьмом стихе написано Слово здравое, неукоризненное. Я остановлюсь только во второй части. Неукоризненное. Что такое укоры? И как они отличаются от обличения? Я скажу так человеческим примером. Вот да, врач, хирург, видеть какое-то там загнонение или надо лечение, он разрезает эту рану. Это больно. Это больно. Особенно, когда в старые времена, наверное, не было этой анестезии и много чего, что обезболивало. Люди искали какие-то средства, но в основном, наверное, было без всего этого. Это больно. Это неприятно. Но он же там очищает, там он удаляет что ненужное, потом чем-то смазывает, потом перевязывает. И вот этому я уподобляю обличение. За этим, за словом обличения, мы видим Господа Иисуса, который любит человека, который желает блага человеку, но не желает видеть в нем грех, вот эти раны, вот эти болезни, вот эти заражения. Посредством слова обличения Дух Святый обличит миру о грехе. Это одна из функций Святого Духа. Любящий Господь, Он как бы наносит эту рану, когда вскрывает ее, вскрывает грех. Но вместе с тем Он перевязывает, Он лечит, чтобы человек был здоров, чтобы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. Кори – это раны без лечения. И еще одно о рабах сказано, наставление рабам. Вы знаете, в те времена, на протяжении долгой истории человечества, были рабы, были люди, которых продавали, подобно Иосифа, которых покупали, и тот, кто купил его, он надеялся на то, что этот человек будет что-то делать, но этот человек будет приносить ему пользу с этой целью. И во время Нового Завета было много людей, тех, которые были рабы, и много из этих рабов было уверовавших, стали христианами. Вот этим рабам апостол Павел говорит так, повиноваться своим господам, угождать ему во всем, не прекословить. Ведь господа, покупая этого раба, они имели заботу о том, чтобы его накормить, иначе он работать не будет. Зачем туда он? Чтобы он был одет, чтобы у него место было, где, ну, так сказать, переночевать, где-то какое-то, какая-то креща над головой. Эта забота была хозяина этого человека. И уже даже по справедливости этот человек, который пользовался вот там, хотя бы какими-то благами, хотя он же и работал, там, где он был поставлен, он не мог или не должен, и это было бы несправедливо, чтобы он там прекословил, не угождал, чтобы не повиновался, это было несправедливо. И поэтому он, апостол Павел говорит, вот, чтобы вы были так, поступали, дальше, не красть, очень был большой соблаз, чтобы взять что-то, а что? Я человек, что с меня спрос? Ведь этих рабов посылали, они и шли на рынок, они покупали продукты, они закупали, если надо, что-то было строить, и материал какой-то, им давали средства, и они обязаны были, ну, по справедливости принести то, что осталось, сдачу, обратно, рассчитывал туда, конечно, вряд ли кто выписывал каких-то, может быть, но в основном, наверное, это было просто так, и человек должен быть христианин, раб, христианин, который вот под властью хозяина, он должен быть во всем честным, и написано, чтобы они во всем были украшением, учению, спасителя нашего Бога. Вы знаете, украшения люди на себя надевают, и кажется, чем дороже, так у понятия людей, тем дороже, тем, ну, это почетнее, или что, это большее украшение, куда оно дорогое, куда там драгоценные камни. А Господь говорит о том, что украшение, учение Господа, это как раз люди самого низкого сословия, это вот эти рабы, которые не имеют никаких прав, а только обязанности, будем говорить так, в основном, они должны быть украшением, учению Господа Иисуса Христа, чтобы на них, глядя, люди могли говорить, этот человек верный, этот человек надежный, чтобы хозяин знал, этому человеку можно доверять, его можно отпускать самого, он не уйдет, если, конечно же, у него не появится такого соблазна. Если ему дать какие-то деньги для покупки, он повернет все до последней мелочи, все то, что ему дали сдачу, это человек надежный. И эти люди в очах Божьих должны были быть, и были те, которые вот такие были христиане, они были украшением, учению Господа Иисуса Христа. Сегодня, братья и сестры, рабства нет. Но есть люди, которые работают на кого-то. И ситуация легче. Если не устраивает работодатель, если не устраивает зарплата, то снова таки, вот это правило, оно остается все равно. Не прикословить, повиноваться, оно все равно остается. Если ты уж вышел на эту работу, будь добрый, повинуйся, будь добрый, не прикослов, будь добрый, не делай по своеволию ничего, и тем более не кради, потому что тоже соблазь. Если человек работает, ну, скажем, в своем гараже или на своем участке, он своим инструментом работает, он все, свои материалы использует, там такого вопроса не возникает. А здесь не свое. И есть это соблазь, и есть это очень много, когда люди, поскольку не мое, а тут его много, хватит, но верующий человек не должен к этому так относиться. Верующий человек, работник, он должен быть во всем честным, как апостол Павел сказал, во всем желанием быть честными, во всем, абсолютно во всем, чтобы тоже быть украшением учению Господа и Сокреста. И, как я уже сказал, здесь есть простая ситуация, не встраивает, надо искать другую работу, другого человека, другого работодателя, но если ты работаешь, если ты там находишься, будь украшением учению Господа и Сокреста, будь честным, будь верным, не бери то, что тебе не принадлежит, ничего не бери то, что не твое, и поступай так, чтобы имя Божие прославлялось. Вот такие повседневные, может быть, учения дают Слово Божие, мы их озвучиваем в церкви, мы стараемся друг друга наставлять этими словами, и да поможет нам Господь, дорогие братья и сестры, молодые, пожилые, всех возрастов и всех положений, быть украшением для Господа, чтобы он сказал «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего». Господу, и слава. Амин.